сегодня вечером у меня возникла идея поехать в шилат и провести здесь ночь мы очень часто видели здесь всяких шакалов кабанов лис и вот я решил попробовать поснимать посмотреть сейчас средина недели здесь никого нет тишина посмотрим что из этого выйдет во всяком случае кое-что я уже успел увидеть здесь вот рядом вот есть под камнем небольшая пещерка она была бы идеально как заседка но там есть какое-то продолжение возможно это чья-то нора поэтому я ее занимать сегодня не буду вдруг кто-то ночью или к утру придет а если нету следующий раз я буду сидеть там не вдалеке виднеются огоньки собственно вот это начинается шилаты вправо там лают собаки где-то там в том направлении когда мы подъехали там лисичка играла или мышей ловила я привез зверюшкам всякие мясные ошметки посмотрим насколько они привлекут еще недостаточно нужно немножко скажет шка с дужком поэтому мы решили что мы это как-нибудь используем на благое дело подкормки животных тишина вообще будешь публикает сверчки пора вы перекусить выпить чайку согреться кружку я забыл поэтому приходится пить прямо вот и ступи вот это вот как раз угощение для зверушек часть я уже раскидал там вдруг кто нюхает на это вот разморозится окончательно я тогда еще порежу мелко на части и пройдусь подальше раскидаю чтобы больше шансов было не факт что-то получится но главное получать удовольствие что я активно и делаю красота если только не вот это раздражающий постоянный стук это очень хорошо это очень хорошо что-то 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 это Я все-таки перебрался сюда, в пещерку. Места тут мало, поэтому я в кадр не влезаю. Вот опять решил сделать чай со свечкой. Я просто решил, что здесь я буду закрыть со всех сторон, там я на фоне неба, и все-таки, наверное, так лучше будет. Время идет, я кайфую. Ну а насчет зверюшек посмотрим. Вот такой вот вид из нашего окна. Жалко нет широкоугольного объектива. Все еще ночь, вышла луна. Все тот же мерзкий, надоевший стук, не прекращающийся. Но гостей пока, увы, нет. На самом деле, на той стороне реки, ну возле ручья, постоянно слышен шум камней, какие-то шуршания, шорохи. Но сюда как-то никто не доходит. А сейчас тут еще проехали солдаты, увидели мой свет. Так что они вообще всех тут распугали. Так что можно спокойно какое-то время расслабиться. Ночью стало холодно совсем. Где-то с трех часов стало как-то совсем уже кисло. Так что я плюнул на скрытность, на то, что на дым и таки развел костерок. Это было совсем невозможно. В общем, за ночь так никто в пределах видимости, во всяком случае, не появился и слышимости. Но ничего, впереди еще целый день. Ну вот, ночь прошла, начинает светать. Утки полетели. Посмотрим, что нам принесет день. А пока надо пойти перекусить. Ну вот уже совсем рассылу. Тут утки летают. Совсем рядом со мной садились тут в лужу. Так что, наверное, я удачно перебрался сюда. Так, если бы я был там, они бы не сели. Так что, есть надежда. Здесь пылья под бедом. Это мелкая полета, у нас рядом с стенами. Я бы видела. Утром с тупой пылью. Подтом с тупой пылью. Тупой пылья. вот еще несколько часов ожидания в общем-то ничего таки не появилась тем более что там машины стали ездить поэтому я собрался и решил теперь если гора не идет к магомету то магомет придет к горе так что вот теперь гуляю по лесу в поисках зверушек так идем по лесу тихонечко стараюсь чтобы может вдруг чего увижу интересного здесь похоже кого-то съели я честно говоря не знаю даже вот так этот зверушка была вот как-то где внимание что нижние резцы чуть ли не горизонтальны я даже не могу понять что это может быть таких размеров грызун хотя какие будут версии потому что маленький динозавр моя голова даже влазит тишина вообще стоит такая что звенит в ушах не хочется даже громко говорить нарушать эту тишину в отличие от выходных когда здесь шум гам за километр со стоянки доносятся с парка наверху сейчас тут тишина красота даже то что я не повидал ни одного зверя ничего не меняет это кайф я увидел тут я увидел тут я увидел тут эту большую дырку тут много банных следов и какие-то вон под деревом покупки пойдем посмотрим что там в этой дырке ой слышно летучих мышей попискивание я никогда не слышал что это еще и мы сюда включаем прикольно скокает скокает к к м 2 м м м м м Кроме летучих мышей Здесь еще начинают расти Сталактиты или сталагмиты Я их вечно путаю В общем растут и те, и те Вот они, которые вниз Только-только начинают А вот и те, которые вверх Вот капает вода Вот она растекается И вот они начинают расти Вот они будут наши далекие потомки О, капнуло Будут любоваться Сталактитами и сталагмитами В этой пещере Если раньше не доломают Ну что ж, получается не зря я в эту пещерку зашел В общем-то прикольно Не знаю, что получилось Летают они как сумасшедшие Ну посмотрим Ну что, пожалуй, на сегодня хватит В принципе Я еще прошел по кабане и тропе От пещеры с летучими мышами Там есть хорошая заседка Такая тоже пещерка Маленькая, очень удобная Как раз буквально в пяти метрах от кабане и тропы Вот в следующий раз надо будет там засесть И посмотрим, что из этого получится Вот так А сейчас все Наверное, можно возвращаться В принципе, задача выполнена Погулял Получил массу удовольствия Подышал воздухом Побыл в тишине Что еще надо для счастья?